друзья всем привет сегодня как и обещала расскажу как сделать кладч на внутреннем фермуаре вот такой вот рамки в стиле ботега венита пош у меня вот такой вот маленький фермуарчик покупала его за 129 гривен его длина небольшая 34 сантиметра сделан из алюминия очень легенький не продаются и в россии в украине на алиэкспресс их полно недорого и хорошая штучка вот сейчас я смотрю и приблизительно понимаю какую длину ой высоту кладча я хочу вот так прикладываем и смотрим построим выкройку она нам нужна всего одна она идет форме трапеции но можно сделать и простой прямоугольник я буду делать трапецию сейчас так вот схематически вам покажу значит верхняя часть трапеции широкая часть она равна длине вашего фермуара так как мы померили мой плюс припуски на два шва я беру один сантиметр можно больше и плюс сколько-то сантиметров вот сколько вы хотите сделать складочек если хотите их делать конечно же можно и без них обойтись потом мы находим серединку и спускаем вниз под прямым углом линию которая будет равна высоте нашей сумочки то есть сюда мы закладываем нужную нам высоту которую мы хотим которым его так приложили посмотрели определили да сколько к примеру нам нужно к этому ко всему мы прибавляем припуски на швы и прибавляем половину ширины дна которую мы хотим сделать потому что у нас будет две детальки то есть половина ширины дна теперь определяем нижнюю часть трапеции это ширина нашей сумки опять же прикладываем и смотрим какую мы хотим ширину учитывая размер нашего фермуара вот такую ширину мы и берем плюс еще добавляем ширину дна потому что у нас на боковинки по половине ширины дна пойдет на загибы поэтому нам нужно добавить еще к нашей желаемой ширине сумочки ширину дна которую мы хотим заложить вот таким образом и потом их соединяем эти линии и получаем вот такую вот перевернутую трапецию вот так вот схематически она выглядит здесь вот добавляем то что мы хотим сделать шириной дна таких вот частей нам нужно две на внешнюю часть и две штучки на подклад сумка может быть из всего чего угодно из кожи из замши из ткани единственное условие кожи должна быть тоненькая и эластичная вот у меня выкройка получилось 44 на 34 и с высотой 22 я скруглила немножечко вот эти вот края мне захотелось таким образом но это делать не обязательно это так по желанию вот такие вот две части я тут игралась с плетением придумала такое плетение если вам будет интересно как его сделать пишите в комментариях я сниму мастер-класс и вот такая вот подкладка у меня обычная ткань сделала ее с кармашком вот точно такие же две части одинаковые на подклад теперь мы берем и сшиваем лицевой стороной внутрь кладем и сшиваем вот так вот таким образом две части подкладки немножко заходя на дно но не сильно и точно так же мы сшиваем кожу ну или ткани чего вы решили сделать то даже из меха можно сделать тоже будет интересно смотреться вот таким образом теперь нам нужно вот наш фермуар обтянуть кожей тканью замшей смотря что вы выбрали опять мы проверяем его полностью длину смотрим 32 сантиметра нам не нужно закрывать механизм который защелкивается и под ширина этой полосочки должна быть 6 сантиметров чтобы нам хватило сверху запаса вырезаем вот такие вот полосочки длина фермуара нашего не доходя до механизма и ширина 6 сантиметров вот таким вот образом нам нужно будет его обтянуть отмечаем серединку накладки так просто линеечкой приложили нашли серединку и наметили себе одну часть чтобы было видно и потом вот так сложили и отметили вторую вот таким образом теперь мы берем я беру двусторонний скотч можно и клей но учтите что если что-то как-то легло не так как вам нравится скотч легче оторвать чем клей поэтому рекомендую двусторонний скотч вот таким вот образом кусочек за кусочком не весь сразу потому что он будет липнуть мешать лучше кусочек за кусочком начиная с серединки мы приклеиваем полосочки к фермуару сравниваем центр подтягиваем их краешек краешку и вот так вот приклеиваем если вы хотите чтобы вашего фермуара в конечном изделии не было видно чтобы кожа наслаивалась сверху тогда вы делаете так чтобы вот эти вот краешки кожи смотрели наверх вот так вот мы весь его постепенно подтягиваем хорошенько натягиваем вот таким образом вот здесь вот желательно чтобы кожа была тонкая которую вы выбираете для этого изделия подойдет где-то толщина кожи или замши 0,8 максимум 1,1 а то и 1 миллиметр потому что если она будет плотная и не эластичная то во-первых вам будет сложно формировать складки во вторых вот на сгибах там тяжеловато ее подтянуть вот смотрите у меня кожа плотненькая попалась толстенькая из-за этого такие вот небольшие вот складочки образовались в этом ничего страшного нет ну удобнее все-таки работать с тоненькой кожей вот смотрите сложила и вот эти вот края они смотрят вверх я хочу чтобы фермуар в конечном закрытом изделии не выглядывал теперь мы берем выворачиваем основную часть и заправляем ее внутрь подкладки подкладка у нас лицевой частью внутрь смотрит то есть получается что соприкасаются лицевые части внутри лицевая часть подкладки с лицевой частью сумочки вот таким образом теперь мы вставляем между ними фермуар вот этим механизмом краешком четко их сверяем и прихватываем ниточкой я шью вручную у меня допотопная машинка подолка вот и такие вот вещи я не могу прошить поэтому я шью вручную шов назад иголкой его не видно беру специальную нить вообще проблем никаких но немножечко больше работы если у вас есть колонковая машинка или рукавная то конечно проще так пришить ну вот так вот вручную вполне возможно опять же вот у меня плотная кожа из-за этого мне приходится использовать дополнительные инструменты чтобы протянуть иглу когда я шью такие сумочки из мягкой кожи тоненькой то все отлично прокалывается вообще никаких проблем нет вот таким вот образом мы прихватываем края пришиваем их с двух сторон к фермуару я стараюсь вот это вот складочку кожи фермуара оставить чуть чуть выше чем основную часть кожаную чтобы сама часть прилегала плотнее к фермуару можно делать и край к краю тоже нормально будет вот прошиваем вот здесь вот небольшими участками вот таким вот образом не доходя до загибов если вам нужна будет ручка для такой сумки то вы вшиваете петелечки вот в эти загибы которые смотрят вниз между частями с одной стороны одну петельку на противоположной стороне другую чтобы потом сделать ручку но я ручку не планирую здесь делать теперь вот находим центр сверяем центр подклада центр основной части и центр фермуара и и вот здесь вот пришиваем буквально пару стежочков с одной и с другой стороны вот таким образом мы зафиксировали и сейчас будем играться со складками как мы хотим сделать складки вот я например хочу сделать их на расстоянии две симметричные можно и не симметричные просто размещать несколько складочек мягкая кожа позволит вам просто сделать много маленьких складочек но здесь у меня плотный вариант попался поэтому я сделаю две симметричные глубокие складки вот я наметила на одинаковом расстоянии от центра который вы зафиксировали наметила места ручкой где я хочу сделать складки ну то таким вот образом они будут вот так вот направление складок может быть разное и вы его определите потом сейчас вам нужно вот так вот подтянуть к этому отмеченному участку и прошить кожу оставляя вот эту складку вот столько сколько у вас остается вот вы приложили вот так вот прошили эти места и останутся вот такие складочки у вас вот они теперь если вы решили вот такие же как у меня симметричные сделать вы можете с ними поиграть посмотреть как бы вы хотели их завернуть в зависимости от того куда вы их повернете получается разные вид сумки вот смотрите сейчас я вы верну если я поворачиваю складки друг другу то у меня получается выделяется центральная часть вот таким вот образом вот так вот если я поворачиваю их от друг друга то получается что выделяется боковушечки больше сумки вот такой вариант не нравится больше хочу сделать вот так делала и друг другу тоже в принципе получается неплохо все возвращаем назад со складками определились и теперь их можно спокойненько прихватить ниткой не особо там прошивая все тщательно ненормально держится они не несут нагрузки какой-то вот теперь вот выворачиваем вот таким вот образом сумку нашу сначала наверх а потом аккуратно не спеша так вот потихонечку выворачиваем ее сверху на фермуар можно его прикрывать немножко чтобы было удобно так вот хорошо потом подтягивая вниз чтобы кожа не собиралась на фермуаре так вот хорошенько подтянули вот уже что-то у нас вот вырисовывается теперь мы подкладку подняли и вытянули через вырез подкладки внизу основную нашу кожаную часть нам ее нужно застрочить все сверили центр и застрочили вот таким вот образом теперь я буду формировать дно я ничего не обрезаю обычно я просто делаю защип вот таким вот образом пока держу пальцами его смотрю какой я его хочу сделать ширины ну вот где-то вот так меня устроит вполне вот сверяю шовчик шовчик у держа пальцем вытягиваю его и просто вот здесь вот прихватываю ниточкой с уголкой буквально одним стежком прокалывая в дырочки которые уже есть от шва чтобы не делать новых дырочек лишних вот таким вот образом я отмечаю ширину дна прокалываю по имеющимся уже дырочкам и буквально пара стежков вот так вот вокруг шва этого чтобы он хорошенько зафиксировался вот так вот я его пришиваю для надежности можно так несколько раз вот таким образом просто прихватываю по шву вот он теперь я его закинаю наверх вот сюда на боковую стеночку загибаю его и точно так же по дырочкам шва прихватываю иголкой край такой способ не требует вычислений обрезаний краешка выравнивание краешка построение более сложной выкройки чтобы там все вырезаем для дна совпадали мне такой способ больше нравится вот так вот я прихватываю вот так вот я прихватываю к тому же я в любой момент могу решить например смотря на край какую ширина дна я хочу сделать например я сделала высоту сумки мне кажется что она вот по отношению к фермуару смотрится слишком длинная вот как-то пропорция мне не нравится вот таким вот способом заминая треугольничек для дна увеличивая ширину дна вы можете отредактировать свою сумку это очень удобно что вы сразу видите вот что у вас получается и если что-то вот вам хочется добавить или убрать вы это делаете вот мы сделали так делаем и вторую тоже вывернули кожа конечно у меня тут плотноватая получила для такой сумочки ну ничего страшного вот уже видно что получилось теперь нам нужно зашить подклад подклад можно просто края завернуть внутрь и прострочить на машинке а можно сделать совсем невидимый шов скрытый шов сейчас я покажу как его делать и добавлю еще схематически чтобы было более-менее понятно мы вводим иглу внутрь пряча узелок соединяем наши швы я немножко прогладила чтобы было вот этот сгин место сгиба видно вот так вот прокалывая вниз на небольшом расстоянии вывожу иголку наверх и подтягиваю на противоположной стороне напротив сразу же тоже ввожу иголку вниз вытягиваю наверх на небольшом расстоянии и подтягиваю вниз наверх и подтянуть параллельно тому где выходит нитка опять вводим иголку вниз наверх и подтянули вниз наверх и подтянули все это время вы вводите иголку вот в эту вот складочку которую вы сделали и получается шов который абсолютно не видно как будто вы прострочили его с изнанки вниз наверх и подтянули проколы идут параллельно друг другу вот таким образом вот что у нас получилось теперь за счет того что кожа плотная я не ее немножечко формирую вытягиваю где-то вот здесь я решила сделать такие складочки просто уже внешне прихватывала ниткой аккуратно и затягивала вот ее нужно все хорошенько размять повытягивать где нужно и вот что у нас получается такой вот небольшой стильный клатч который в оригинале стоит несколько тысяч евро насколько я знаю его можно сделать своими руками вот что получается друзья подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео в которых я буду рассказывать интересные идеи для творчества в том числе и пошив сумочек необычной формы если вам интересно сделать плетение интри чьято в стиле ботега венита у меня есть мастер-класс он будет в подсказочке в конце этого видео там я подробно рассказываю как сделать плетение если вам интересно сделать вот такое плетение как в этом клатче пишите пожалуйста в комментариях всех благодарю за просмотр подписывайтесь пожалуйста друзья подписывайтесь на канал